В четверг состоялось плановое заседание Пинского городского исполнительного комитета, где были рассмотрены два ключевых вопроса об итогах отопительного сезона и благоустройстве мест массового отдыха населения на водных объектах. С подробностями наш корреспондент. Итоги заканчивающегося отопительного сезона традиционно подводят весной, чтобы проанализировать, как работало городское хозяйство в этот период. Важно извлечь уроки из возникших ситуаций, чтобы в последующем их избежать. Городские объекты в отопительном сезоне 2021-2022 года работали устойчиво. Отпуск тепловой энергии производился в соответствии с утвержденными температурными графиками. Принятые организационные и практические меры позволили не допустить возникновения крупных чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и транспорта. Длительных перебоев электро, тепла и водоснабжения не было. Возникающие повреждения устранялись оперативно. Тепло и газ поступало в жилые дома и на промышленные предприятия бесперебойно. Однако имели место аварийные ситуации на сетях водопровода, из-за чего на время устранения неполадок подача воды населению прекращалась в среднем на 4 часа. И то отключали не более 5 многоэтажек одновременно. Работа канализации тоже давала сбой, но все повреждения оперативно устранялись. Электричество в аварийном порядке отключали только трижды, но ждать его восстановления в среднем приходилось не более 23 минут. Самое пристальное внимание во время отопительного сезона уделялось рациональному потреблению топливно-энергетических ресурсов. Далее перешли к обсуждению того, что намерены сделать в текущем году, чтобы следующей зимой в домах было тепло, светло и уютно. В 2022 году подлежат текущему ремонту тепловые сети, находящиеся на обслуживании филиала «Пинские тепловые сети Рубрестэнерго» протяженностью 5 километров в однотрубном исчислении. В 2022 году по городу Пинску капитальному ремонту подлежат воздушные линии электропередач 0,4-10 кВт протяженностью 29,7 километра. Заменят еще более 11 километров кабельных линий. ЖРУ намерена заменить 900 метров теплосетей. Есть недостатки, по энергетическим отвечалось, по другим службам, по теплу вопросы были. Это решалось оперативно? Да. Критических ситуаций не было у нас? Критических ситуаций не было. Зима прошла на хорошем, достойном уровне. Так? Все верно. И сегодня, можно сказать, нашим службам спасибо. Даже по сравнению с предыдущими годами количество отключений и недостатков, оно все снижается. Еще один вопрос, который стоял на повестке дня исполкома – благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах и подготовка их к предстоящему купальному сезону. Сейчас полным ходом идут работы на городских пляжах. Содержание городских пляжей в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 11 120 рублей. Для наведения порядка и подготовки городских пляжей к началу купального сезона разработаны и будут выполнены следующие мероприятия. Обследование и очистка дна, водные охватывания пляжей, очистка от мусора, сорной растительности и бурья на прилегающей территории городских пляжей номер 1 и 2. На территории более 5 лета уборка сухостоя на мелководье, а также на мелководье пляжей. Обновление стендов, на которых размещены выписки и вправе. Гридирование подъездной части дорог пляжем номер 1 и номер 2. Установка контейнеров для сбора отходов и раздельного сбора вторсырья. К слову, работы проводятся на двух городских официальных пляжах, где купание разрешено. Но в Пинске есть еще одно место массового отдыха горожан в районе Козляковичей. Несмотря на то, что здесь купаться запрещено, горожане, в основном жители западного и нового микрорайона Жемчужный, в летнюю пору устремляются именно сюда. Пока разрабатывается проект нового пляжа, но его реализация из-за отсутствия финансирования в ближайшее время не просматривается. Потому, по мнению председателя горисполкома Валерия Рябковца, там необходимо создать хотя бы минимальные условия пребывания и обеспечить безопасность людей. За последние пять лет на территории республики сокращено примерно 25 центов количество пляж и мест для отдыха. И рекомендовано в местах массового, не санкционированного, традиционного отдыха граждан создавать спасательные посты. То есть не говорится, как здесь в акцентре внимания, пляж это будет называться или что. Создавать спасательные посты. И вот на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, 28 апреля будет заседание областного исполнительного комитета. Один из вопросов будет рассматриваться о создании четырех спасательных постов на территории Брестской области. Там Брестская, Рома, Малорийская, по-моему, и в том числе и Пинска. Впереди должен стоять человек. Его проблема не то, что, извините, мы не можем, мы сделаем проект. Через пять лет придете, посмотрите, какой пляж. На середину мая зона массового отдыха, она присутствует там. И разобраться, кто там, и нашему массовому отдыху, кто отдыхает там. Минимальная дорога, пляж минимальный, а дальше строим не хуже пляжи, как я сказал, как в Сочи.